приветствую вас мои дорогие зрители с вами Лиля и сегодня мы с вами попробуем улучшенный продукт это наша с вами любимая привычная антивозрастная тональная основа Giordani Gold и сейчас в нее добавили пребиотическую сыворотку я выписала все 5 пробников для того чтобы потестировать цвет потому что всего 5 оттенков и у всех стоит вопрос а какой же мой какой же мне взять чтобы он не желтел не уходил в красноту не был слишком коричневым или слишком бледным вот сейчас будем пробовать я буду поочередно по той схеме как указано в каталоге номер 14 вот такую раскладку вы увидите я буду двигаться сверху вниз и пробовать один за другим тон сейчас у меня на лице только уход сделан с помощью серии Novage и поэтому кожа чистая и готова к нанесению тонального средства а пробники кстати я уже брала один пробник у меня была слоновая кость мне хватило на 4 применения поэтому вы можете заказать себе тоже пробники вот код первого пробника корица теплый код пробника 42 596 коды указано всегда на обороте самого продукта так отрезаю кончик маленький и мы сейчас будем с вами наносить корицу я немножечко выдавливаю себе прямо на руку кстати мы потом сделаю также выкраску и на руке небольшое количество потому что лишнего тоже не нужно вот стол я выдавила и специальной кисточкой я взяла такую плоскую кисть я немножечко нанесу на лоб начнем сверху вниз двигаться как и в каталоге то есть 10 на лбу можно даже так половинку лба взять я нанесу цвет корицы очень теплый оттенок мне так понравилось как наносится этот тон я ничего подобного еще не встречала самое главное что тон лежит весь день просто идеально не скатывается и когда его наносишь не забивается в поры вот на это обратите тоже внимание то есть он как будто бы выглаживает всю кожу вот смотрите очень темный оттенок вот так вот я его на половинку лба нанесла очень темный для загорелой кожи для смуглянок будет чудесно вот я заметила правда что тон еще немножечко подстраивается под настроение кожи то есть если некоторое время пройдет он все равно чуть-чуть становится ближе к натуральному оттенку вашей кожи вот такой вот вариант это у нас цвет корица следующий оттенок бежевый теплый 42 595 и я его нанесу на вторую половину лба потому что я думаю что это будет очень близкие два оттенка по теплоте и по температуре то есть для тех у кого кожа все-таки загорелая так рядышком наношу я так много выдавила кстати в прошлый раз корицу так много нам и не надо тона потому что расход у него прямо малюсенький так следующий у нас бежевый беру следующую чистую кисточку я как запасливый хомяк хочу сказать что кисточек много не бывает этот цвет намного светлее и поэтому кисти у меня в огромном ассортименте я их все время когда использую складываю грязные потом их сразу разом мою и потом опять их надолго хватает и храню в закрытом закрытой коробочке чтобы они не пылились на них ничего не попадало так уже светлее оттенок как вы видите если сравнивать то корица он так и остался очень очень темным прям такой в ржану даже немножечко вот насколько мне видно более естественный оттенок как раз вот бежевый теплый для смуглянок больше он подойдет как бы по естественности такой насыщенный цвет на моей белой белой кожи я очень мало загорала в этом году естественно даже если загораешь немножко тот он все равно быстро сходит он лежит у нас бесконечно долго пока тон впитывается мы пробуем в следующий ванильный холодный его код пробника 42592 заказывайте пробники тех оттенков которые вам понравились кажется что они вам ближе подойдут но в любом случае все-таки сначала попробуйте потому что тон очень активный и недешевый я бы так сказала ой ванильный кстати это ванильный да очень светлый оттенок вот я выдавила на руку и видно что он намного светлее так кисточка чистая ой какой он классный кстати я читала где-то отзывы что ванильный тоже показался многим как бы не светлым а на самом деле мне кажется он светлый так здесь у нас будет ванильный с правой стороны отличный светлый оттенок вот для таких вот белокожих девочек как я самое то что нужно он совсем сливается с цвета моей кожи его не видно вот вот такой тон я люблю на зиму когда я буду совсем совсем беленькая самое то что надо так что не переживайте есть оттенки и для нас светлокожих девочек смотрите как он хорошо вот в поры лег видно какие у меня огромные поры здесь я нанесла тон сразу личико выровнялась я называю этот аналог как поцелуй с кожей потому что очень красиво выходит и можно наслаивать этот тон потому что он такой влажный и такой приятный его можно наслоить и он хорошо перекрывает все недостатки я кстати когда первый раз пробовала наносила пальчиками мне так понравилось это ощущение то что распределяется хорошо тон пальчиком так вот на верхнюю часть с правой стороны нанесла сразу такое ухоженное личико да если сравнить многие девочки и женщины пишут ой я не пользуюсь косметикой да мне это не надо да некогда но только иногда на выход девчонки на самом деле нанести тон на лицо занимает буквально пару минут но не более того тон пудры и можно чуть-чуть добавить румян я не говорю про хайлайтер про коррекцию лица вот просто посмотрите какая разница здесь без тона да все глазки накрашены губы накрашены там где тон сразу по-другому смотрится даже макияж поэтому лучше на самом деле выровнять тон сделать брови губы и махнуть пару слоев ресничек даже не утруждаться выкладывать там многослойные делать тени стрелки а сделать просто такую красоту так следующий ivory cool как раз я его пробовала это слоновая кость оттенок и сейчас его для сравнения просто нанесу насколько он будет темнее рядом с ванилькой у нее кстати такой живой цвет так уже вам не будет видно не знаю на руке не совсем удобно но я потом их растащу по руке тоже покажу все так беру следующую кисть тоже очень хороший оттенок для светлой кожи кто не хочет совсем такую белистость как у меня сделать а пожирее так и с этой стороны я нанесу как раз слоновую кость хороший живой цвет мне он нравится он еще подстроится сейчас немножечко под мой естественный цвет кожи и станет тоже незаметной такой невидимой еще чуть-чуть добавлю хорошо да вам видно вот мне и тот и другой нравится и какой же мне брать ванильный или слоновую кость ванильный мне кажется более такой высотленный можно чуть-чуть пудрой потом румянами уже довести до вот этой вот свежести как я люблю чтобы личико сияло чтобы не было перегружено ничем отличный тот и другой оттенок так что кто переживал не переживайте мы его мы нашли все есть все тона есть и завершает фарфоровый фарфоровый цвет вообще по идее фарфоровый 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 и ванильный да у нас самые светлые оттенки так беру немного фарфорового ой он знаете он в розовинку чуть-чуть прям с розовым подтоном сейчас растянем все покажу и вот такие розовые оттенки они очень круто делают вот это вот сияние свежесть кожи ну-ка пробуем ой слышите как классно кто-то мне писал что он в красноту я не вижу никакой красноты все шикарно просто еще капельку сюда утянем в эту сторону чтобы посмотреть разницу у нас получается прям под ванилькой лежит фарфоровый и он в легкую-легкую розовину дает вот я такой люблю тон я его и возьму себе я не вижу никакой красноты я вижу приятный свежий розовый такой подтон ой ну красота какая и вот кусочек кожи остался незадействованный видно разницу такой бледный и легкие пятнышки какие-то есть итак давайте с вами вспомним наше нанесение итак здесь у меня корица самый темный теплый оттенок с левой стороны бежевый теплый далее ванильный холодный под правым глазом здесь у меня слоновая кость тоже холодный тон и фарфоровый тоже холодный пишите в комментариях как вам оттенки какой бы вы мне рекомендовали но я больше склоняюсь к фарфоровому мне очень нравится потому что все-таки кислоновая кость легкая бежевость я в нем как-то вижу и там где у меня какие-то пятнышки то они все таки подчеркиваются а вот розовый он будет перекрывать розовый или ванильный очень нравится и тот и другой вот если вам это видео полезно и вы смогли определиться с выбором поставьте обязательно лайк под этим роликом а сейчас посмотрим в растяжке на руке все оттенки тональной основы по ощущениям хочу сказать очень приятно лежит тон на лице я его не чувствую не ощущаю меня вообще не беспокоит как вторая кожа приятное нанесение и кстати обратите внимание вот у меня сейчас на лице нет пудры но ее можно и не наносить то есть у него такой хороший вот этот как сказать цвет цвет да то есть он не блестит не переливается то есть такой хороший хороший дает матовость и легкое легкое сияние ну что переходим к растяжке цвета на руке вот она корица очень темный оттенок бежевый тоже достаточно темный то есть для смуглянок он будет в самый самый раз немножко подсохший жетон далее слоновый ой ванильный потом идет у нас фарфон запуталась слоновая кость слоновая кость тоже такой живой естественный цвет и завершает все фарфоровый с легкой розовиной которая всегда оживляет лицо делает его более таким естественным вот такие вот цвета спасибо вам за внимание всего доброго вам красоты и супер супер подобрать себе классного оттенка с вами была лилия донского пока пока